Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и очередной мукбанг! Сегодня у нас паста с креветками. Креветки найти, это, конечно, целый квест, я хотела найти покрупнее. Вот это максимум то, что я нашла у нас в магазинах, и то я вправо нашла. Здесь у нас корнишоны, как всегда, мои любимые оливки. Также консервированные баклажаны по-грузински. Я их, кстати, готовила во влоге. И уже две баночки мы уже съели настолько вкусно. Обязательно готовьте. Рецепт я вам обязательно оставлю в описании под видео. У нас на кулинарном канале этот рецепт есть. Пару лет тому назад мы его снимали. Испытаем наш новый бокальчик с двойным дном. Мне, кстати, подписчица в комментариях написала, что надо быть с ним аккуратнее. Он не выдерживает очень высоких температур. Однажды она в такой вот бокальчик налила кофе горячий, и он просто треснул. Ой, какой сладкий. Ужас сладкий. Не люблю настолько сладкие компоты. Так, кто кушает, вам тоже приятного аппетита. И давайте приступим. Здесь у нас необычная лапша. Это лапша роутен. Мне она больше нравится, хотя внешне она выглядит не сильно аппетитной. Но это очень-очень вкусно, действительно. Креветки у нас здесь уже очищенные. Сегодня я иду на день рождения. Сегодня воскресенье. Скорее всего, мукбанг выйдет завтра. Я вам уже рассказывала про то, что я познакомилась благодаря ютубу со своей подписчицей, которая мне стала очень близка. И на протяжении где-то уже, наверное, полгода мы очень тесно с ней общаемся. Она, оказывается, очень давно смотрит мои мукбанги. Смотрит мой канал. Живет недалеко от меня. Я вам рассказывала, она по национальности чеченка. И очень милая девушка. Вообще, почему-то в моей жизни так повелось уже много лет. Мои все подружки, друзья всегда старше меня. Мне почему-то всегда интересно общаться с людьми старше меня. Так было и в школьные годы. Мне было всегда интересно общаться со старшеклассницами. Они мне казались как-то круче, лучше. Единственное, мне кажется, Саадет, вот эта подруга, которая у меня учительница, с ней муравесница. А так все остальные старше. Хочешь, не хочешь, человек, у которого есть уже два ребенка, может как-то что-то посоветовать. И вот сегодня день рождения ее малыша. У нее два сыночка. Младший это просто куколка. Вот как сразу его видишь, прям сразу видно, что он чеченец. По его чертам лица. Спокойно его можно снимать в рекламе памперса. Это такой симпатичный карапуз. Вот она через видео даже поняла, насколько мы похожи и что мы подружимся. Она мне вообще изначально сказала, если ты не придешь, я не обижусь, потому что там будут все мамы с детьми. У меня-то особо детей нету. Особо, потому что не считаем твиксиком. Если была бы кошачья вечеринка, обязательно взяла бы твикса. И она мне сразу сказала, что если вдруг тебе некомфортно, ты можешь прийти в другой день или вообще не прийти. То есть я не обижусь. Я на самом деле действительно какие-то большие компании не очень люблю. Особенно, когда очень много незнакомых людей и они как бы знакомятся между собой. Это стакан или бокал, как правильно его назвать, даже не знаю. Очень неудобно пить. Не знаю, как кому. Внешний вид, конечно, классный. Но вот эти бортики, они очень-очень плотные, толстые и безумно неудобно. Как по мне. Я знаю, что сейчас эти стаканы на пике популярности, но практичности ноль, я думаю, в этом. День рождения она будет делать дома. Я напрямую сразу спросила, что стоит подарить. Возможно, я куплю что-то, а ей это не нужно или это у нее есть. Поэтому я считаю, что в любом случае, если вас зовут на день рождения, обязательно нужно уточнить. И даже, знаете, я положительно отношусь к спискам. Например, люди заставляют вещ-лист. У нас здесь это как бы, мне кажется, как-то дико на это смотрят. я лично никогда не видела здесь у нас, чтобы кто-то составлял вещ-лист. Но я считаю, что это очень разумно. Например, кто-то что-то подарит, а мне это совершенно не нужно. А я этим совершенно не увлекаюсь. И так далее. Ну, понятное дело, дареному коню в зубы не смотрят, но все же хочется, чтобы то, что ты подарила, действительно было нужно, действительно понравилось. Не просто для галочки, подарила и все. Поэтому я решила деньги. Самый идеальный подарок. А уже человек сам решит, что купить на эти деньги. Я вот всегда, когда выбираю подарок, стараюсь заморочиться, потратить время. Но главное, чтобы человеку действительно понравилось. Не просто вот для галочки. Я подарила и все. А вот действительно угодить человеку. Так что вот так. Кстати, я поменял сережку. Не знаю, вам видно или нет. Здесь у меня теперь висит другая сережка. Это золотая. У меня что-то хрящ никак не заживает. Прочитала в интернете. Это оказывается норма. То есть действительно, хрящ заживает намного сложнее, чем просто прокол в ушах. Плюс еще сережка не золотая. Я когда только-только проколола, мне в комментариях очень много девчонок писали о том, что они тоже прокалывали. Очень долго не заживало, ухо болело, и потом пришлось снять сережку. Сережку сняли, и естественно, ухо заросло. Поэтому я буду идти до конца. Начала опять обрабатывать перекисью, но уже снимаю сережку и обрабатываю. Короче, я не собираюсь сдаваться. Вот этот вот прокол, он у меня зажил, а вот этот, то, что наверху, побаливает, немножко ноет. Возможно, это не взаимосвязано, но у меня длинные волосы, и они время от времени постоянно цеплялись за этот пирсинг. Я нечаянно, например, дергала волосы, и тем самым дергала пирсинг, и он у меня начинал опять болеть. А с этой сережкой таких проблем нет. Она ни за что не цепляется. Это, кстати, Sunlight. Как мне нравятся их застежки. Вот реально. Очень крутые застежки у сережек. Даже у тех, у которых очень небольшой вес. Очень небольшой вес. Все так выражают свои эмоции. Ужас. То есть даже если сережка, например, две сережки пара, вместе весит, например, два грамма, или даже полтора, все равно они делают крутые застежки. здесь вот то же самое. Они не потеряются. Я абсолютно не жалею, что я сделала этот прокол. Мне все нравится. Как-то спонтанно я решила сделать. У нас просто последнее время, вот я в городе замечаю, там, не знаю, блогеров наших местных, у всех очень много проколов, и разные сережки висят, и смотрятся очень красиво. Паста была очень вкусная, но ее было маловато. Я вам сегодня, наверное, буду снимать влог. Не знаю, насколько он насыщенный, интересный получится. Ну, просто, знаете, свою повседневную жизнь. Что я надену, как я пойду на день рождения, и так далее. Такие моменты. Кстати, насчет еще сумки. Я закрыла комментарии под видео, где распаковываю свою сумку и кроссовки. Там некоторые писали про упаковку с Farfetch'а, то есть могли бы заморочиться и как-то классно упаковать сумку, которая стоит настолько дорого. Здесь я с вами соглашусь, но если вы посмотрите распаковки других блогеров, той же Самиры, Самиры тоже там много чего заказывала, ей все приходило в таком же виде. То есть я не одна такая. Кстати, Самира сказала, что оказывается, коробку-упаковку нужно покупать отдельно от сумки. Прикиньте, доставка отдельно, коробка отдельно, сумка отдельно. Интересно. Но то, что я смотрела у других блогеров распаковки с Farfetch'а, там у всех было в таком же виде, в котором мне пришло. Мукбанг какой-то короткий получился, но ничего страшного. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.